Сера, азот и фенол. Эти вредные вещества попадают в организм большинства казахстанцев вместе с воздухом. С начала года специалисты зафиксировали 559 случаев высокого загрязнения воздуха. Почти 300 из них приходится на Карагандинскую область. Кстати, если раньше областной центр возглавлял антирейтинг грязных городов страны, то сегодня с ним почти сравнялись и другие. В их числе не только промышленные Атырау и густонаселенные Алматы, но и сравнительно ветряная Астана и, казалось бы, экологичный Бурабай. У правительства масштабные планы по фильтрации воздуха, снижению выбросов. Но пока эффекта от принимаемых мер не видно. Далее по факту. Меня зовут Динара Абдирова. Здравствуйте. Металлургические предприятия, угледобывающие шахты и теплоэлектростанции – это главные маркеры в нашей стране. По выбросу СО2 Казахстан уверенно занимает 21 место в мире. По данным Всемирного банка, из-за вредного климата умирает 10 тысяч человек каждый год. Сократить число черных пятен на карте Казахстана. Одна из главных задач, в том числе, Министерство экологии. В ведомстве совместно с экоактивистами разработали 16 дорожных карт. Они должны помочь решить проблему с грязным воздухом. Причем уже в ближайшие два года. Это позволит снизить к 2025 году загрязнение атмосферы в восьми городах с высокого уровня на средний, что поспособствует улучшению состояния атмосферного воздуха. Вместе с тем, переход на так называемые наилучшие доступные техники в промышленности в стране планируется с 2025 года. Все это снизит до 50% всех выбросов в течение 10 лет. Пока единственным способом борьбы с загрязнителями воздуха остаются штрафы. С начала года экологическая инспекция проверила 554 предприятия. Специалисты нашли больше тысячи нарушений. Руководители компании оштрафовали на 11 миллиардов тенге за сверхнормативные выбросы в окружающую среду. Это по факту. До встречи.